На публичные слушания по объединению районных поселений в городской округ, которые в пересвете были назначены в минувшую субботу, в ДК «Космос» народ начал собираться часа за полтора до начала. Событие это живо обсуждалось, но вскоре участников публичных слушаний из ДК попросили не просто выйти, но отойти от здания на некоторое расстояние. Поступило сообщение, что ДК «Космос» заминировано. На данный момент провели эвакуационные мероприятия. Ждем саперов. Кинологи и саперы здание обследовали, бомбы не нашли. Видимо, кто-то таким образом решил сорвать важное политическое мероприятие. Но люди не разошлись, и начало публичных слушаний по объединению районных поселений в городской округ лишь отодвинулось по времени на час с небольшим. К участию в слушаниях зарегистрировалось более 300 жителей Пересвета, 55 из них с правом выступления. Это те, кто намеревался высказать свое мнение по данному вопросу. Но из них вышла к микрофону лишь пятая часть. Мы все должны понимать, что глупо бы не воспользоваться тем шансом, который нам сейчас дается. Обращаюсь к залу, в первую очередь к нашим депутатам. Отнестись очень серьезно к решению вопроса о судьбе нашего города. Оппозиция в зале с плакатом «Мы против» настаивала на том, что поселение утратит все полномочия. Вы хотите сказать, что в округе не будет администрации? Будет, она будет больше. И так же мы будем финансировать. Просто со своих мы можем спросить, а в округе мы не спросим ни с кого. У нас, извините, государственная власть начается на уровне субъекта. А муниципальная власть – это районная и городская. И никуда она не денется. Ходите на выборы. Пусть у нас будут в районном совете депутата такие представители, которые будут город наш защищать. И которые будут наполняемость этого бюджета нашего отстаивать. Пожалуйста, приходите, делайте так, чтобы все было в городе хорошо. Я за объединение. Спасибо. Мы вас услышали. Вопрос формирования городского округа жители Пересвета обсудили с главой района Михаилом Токаревым и депутатом Государственной Думы Сергеем Пахомовым. Мы слышим разные аргументы против. Основной из них – это Пересвет потеряет самостоятельность. А какую самостоятельность? Что мы боимся сегодня потерять? А какие мы уж такие самостоятельные решения? Здесь вот есть глава, может быть, глава администрации, где-то здесь я видел. Может быть, спросим у них, какие самостоятельные решения можно принимать в рамках пары миллионов свободных рублей? Итог слушаний подвели голосованием. Подавляющее большинство – 219 человек за округ. 38 – против. Это уже не первое, это не последнее публичное слушание. И вот с каждым последующим, что ли, вот этим этапом, вот этим процессом, да, встречи с жителями, обсуждениями, вот я лично, лишний раз просто убеждаюсь, что вот действительно этот вопрос, вопрос формирования городского округа, создание инструментария для решения вопросов сегодняшних, он уже назрел. Мероприятие прошло на высшем уровне, без провокаций. К сожалению, тот звонок, который прозвучал и перенес буквально на час наше публичное слушание, он не явился проблемой какой-то. То есть все службы отработали, за что я всем тоже благодарен. Теперь депутатам Пересвета предстоит принять решение по итогам публичных слушаний о формировании городского округа. Ирина Максимова, Евгений Шевченко, программа События.